так друзья начинаю запись видите в физиономии в уголочке физиономия очень наглая шутка ли сказать бодаться есть такое выражение бодался теленок с дубом пусть я теленок пусть наука это дуб но слово дуб есть двойной смысл вот поехали смотреть о чем мы пойдем говорить итак интернет марафон у меня есть тема есть статья под названием загадочная дюшки абрикос почему слово загадочное а не вначале объясню что именно вот это вот фильм очередной это у меня есть особая рубрика для того что не все особенно меняется поколение любят читать многие перешли используя уши то есть слушать вот и теперь у меня уже есть не только глядачи но и слухачи я сам наполовину слухач тоже подсел на эти самые ложусь включая фильм включая передачу закрываю глаза и на 10-20 минуты сладко засыпаю очень удачно снотворное рекомендую вот но я не буду долго говорить потому что вы ушнете на середине моей статьи так вот я перевожу аудио аудио поехали есть такая рубрика отдельная рубрика внимание друзья а почему загадочные потому что они настолько невероятно вкусные они не оговорился вкусные гибриды вкусные урожайные невероятно невероятно красивые невероятно морозостойкие вот многие даже сырость держат не все но многие смотря какой гибрид и вдруг загадочные да что за ней не ползает по всей стране знаете как про извините я люблю поговорить а примеры мои очень положительные и очень так сказать уместные как распространялись вишни и сливы ситуации такиеTS корневыми отводками. Если отводками корневые. если я бы не корневые отводки и дикие они остаются дикими то культурная сливы с помощью корневых надо к передает культурへ качество культурная вишни культурные или хотя в прошлый день итак они шли с югая на севик口 запада на восток попадают деревни один-един свиный саженец не успел вырасти заплодоносить вокруг него уже цена это прошла 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 это называю корневой отводки я называю ногами метр-два отводок метр-два отводок прибегает сосед увидит какие прекрасные плоды хватает лопату ставит по пузырь есть такое выражение поставить пузырь и вот уже саженец хорошо сисковым земли переезжает в соседний дом потом еще деревня захвачена потом начинается великое переселение народов это то что называется Столыпинские переселенцы и вот уже саженец или горст семечек косточек или саженец завернутый любовно в эту ракушку вот с мокрыми корнями уже едет в Сибирь на телеге в вагоне под названием помните 8 лошадей или 40 человек в Солыпинские вагоны и так далее и так будем восполнять потери потери лет десятков лет вот походу поймете почему я так говорю поехали внимание друзьям продажа косточек если я проверю идет ли запись что таки бывало и что и не идет ага запись идет продажа косточек уникальных абрикосов имеющих в своей крови половину или четвертых гермонжарских абрикосов подойдутся выходцы с Дальнего Востока вы знаете с Екатеринский порт это и Рамина Рамина тоже это уникальное сочетание марно стойкости и совместимости с культурными сортами реальное продвижение на север и на восток у меня же сад сибирский и еще продажа моя возможность выжить и продолжать работу уже есть плоды за 100 грамм это то что я косточки рассылаю косточки будущих генерей пусть непредсказуемых но убить который может только топором и невежеством уточняю справка это статья 50-50 лет назад точно не помню искать не буду дату но очень давно а потом когда я сам места не хватает промышленный сад сожгли ребята на мотоциклах я перешел на дальше участок расширил до полу гектара и все равно не хватает места для испытаний думаю возьму-ка я относительно старые младжушки абрикосы потомки младжушки абрикосы и вырыгал на следующий год они опять вырезали из земли и у меня второй раз духу убивать их уже не было сил вот уже рука не поднималась допустим оставил их прикупил еще немного в общей сложности я прикупил земли на 2 миллиона рублей этим я ограничил свою жизнеспособность но увеличил жизнеспособность сада повторяю фраза написано лет 15 назад убить может опором неправильно пробовал не убиваются вот правильно посаживаются на небольшом холме не выприваются вот полностью шрубленные деревья знаете у многих даже из кусочек деревьев тут же погибали по каким причинам не знаю ну например ему один год его съели больше нету пустое место смотришь вылазить вот и так далее идем дальше отсюда моя просьба разослать этот файл всем друзьям тогда это был файл на сайте и в сообщество и даже в научные учреждения так как мною собрана уникальная коллекция в том числе и из косточек из ни на что не похожих плодов количество тысяч штук а всего десятки тысяч ну десятки тысяч я столько не собирал три года вот и имеется ввиду за несколько лет и так загадочные сеянцы мажорских абрикосов в мифах реальности иноплод и переписка с друзьями переписка с друзьями я убрал частично иначе я никогда не закончу это это кино итак если питомник продает непривитые саженцы то несмотря на данные в каталоге характеристики в ряде случаев результаты по отношению будут далеки от рекламных плохого в этом ничего нет но при условии что непривитые саженцы по цене не дорог а продавец честно расскажет вы че смеетесь продолжаю оправляет честно расскажет и покажет что питомник есть прекрасно в котором рядом с деревом это санта растут другие санта абрикосов опять смеетесь так я серьезно разговариваю тогда я сталкиваю еще есть такие питомники около двухсот плавных питомников присвоили мои фотографии самые красивые только чаще всего абрикосы и другие фотографии не только мои самые красивые сделаны в Италии, Испании но не в России а присвоили чтобы продать дерево а на вопрос где младший сад оплачивается и есть несколько отговоров которые вызывают не смех нет а гомерический смех вот да абрикосовый сад есть но они плодоносят сижу и думала господи как они вырастили так если они плодоносят как они саженцы продают нету у них костричку они плодоносят а они продают и говорят есть наши саженцы но сад не плодоносят ну ладно это было отклонение нет это не отклонение это по теме и в случае если ваш саженец зайдет на плодоношение то плоды могут получиться как и лучше чем у мамы так и хуже вот проверено опять прошли годы это продолжалось так значит у сельцев мазурского абрикоса у сыновей мазурского абрикоса плоды получается всегда лучше мамы всегда некоторые очень похожи на мамы на тот потрях который я называю папа-мама но не хуже хуже нет а вот культурный допустим 100 граммовый он может получиться 50 граммов вы думаете меня не будете больше ни у кого таких нет а меня ж вы не будете убивать если ваша кошка вырастет дерево и плоды окажется не 150 грамм ну не будете ж меня убивать поэтому эта статья предупреждение цитируй дальше и даже если продается еще и посоветует я так делал купить больше непривитых саженцев чтобы в дальнейшем часть из них радовала прекрасными плодами плюс гарантированное племя то это будет не обязательно навязывание товара а вполне дружеский совет понятно да так про академика вашу критику академии наук я стерл нельзя бить лежачима вот используя разные источники СМИ пригласил всех и любого ученого из 15 московских каналов свой сад количество плодов ой ой вес плодов а количество плодов от 50 до 100 грамм невообразимо и даже трехлетние абрикосы дали по 3-5 видео видели бы это чудо а только у меня сотни фотографий кстати мои фотографии доказательства есть потому что оказалось научили меня друзья покажи фотографии свой паспорт нажал не нажал ну да нажал вот пожалуйста вся характеристика то есть все без обмана самый скромный по крупности оказался этот гибрид манджурса с кем то видите как вот я смотрю на него смотрю и думаю ну явно это работа это самое его супругом наверняка оказался Амур он тоже по крупности практически такой же только у него свои характеристики от которых полный раз сильнее только я про них не могу долго говорить иначе никогда не закончу понял да скорее всего гибрид манджурса с Амуром красным плодом да таких плодов что у меня самого превышен да от надо было так да от это будет еще и статья от таких плодов что у меня самого превышен к чудесам чуть корейше не снесло каждый день рушатся ветки сегодня сейчас у меня лежат четыре рухнувших дерева из полусотни четыре хоть слезы на глазах выдержать такой выражай невозможно вот а вот это старая статья я же не собираюсь ее улучшать как еще есть то есть дерево справа уже рухнуло а это еще нет и внимание с другой стороны на нем ветка с очень яркими плодами это фото два смотрите это фото три здорово а не правда ли и при нынешних современных фотоаппаратах телеканалов приехал уже четыре кстати в общей сложности было штук 15 но это последующие годы так что все объективно телеканалы к этим мошенникам не ездят в которых это саженцы есть якобы а осада нет вот и видеокамеры в процессе садово дедут со всей стороны и больше никто из друзей у меня есть закатые друзья не смелиться сказать что это сказки а говорили интерес же именно у академиков нулевой а зря и ведь специально не привитые не выращивал так вот просто так получилось за чистоту сортов в отличие от привитых деревьев не боролся вот самая величайшая глупость науки это выращивание специальное с помощью презервативчиков с помощью кастрации слово какое кастрация вот я считаю что ну все все это другая тема за чистоту сортов в отличие от привитых деревьев не боролся садил перемешку но много продолжать ладно продолжаем взгляните на фотографию за номером 4 вот пробовали это таким манжурец был в 2007 году 15 лет назад он уже был таким а сейчас к нему страшно подходить и в этом году он дал 30 лет вот считаю дальше текст вот он его величество видна только одна ветка мой патриарх патриарх большой буквы патриарх основатель семейства гибридов жердели правда не разборчивый получился хи 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 и дети которого в качестве мировостойких подвоев помогли выжить тысячи роскошных привитых абрикосовых деревьев привитых там пометим вот так красным пометим привитых манжурский абрикос в возрасте 30 лет и урожаем этого года 15 ветер но это на момент написания статьи чуть позже в возрасте было 30 и более ветер никогда специально не доводил сердце ни манджурцев который пропустил бескоработный ни манджурцев ни культурных абрикосов до плодоношения только использовал одно трехлетний саренцем и женских абрикосов для последующих прививок среди оставленных себе у меня был только патеракт потом началось имелся десяток которые в свою очередь имели в скалете привои привои или всю крону из культурных облакосов привои а они за последние несколько лет погибли или подмёрзли и ниже полизывал скибанжурцев обленился и решил их не отрезать потом подвёл теоретическую базу на счёт что они обеспечивают глюкозой корни но это потом а пока только консультация фактов обленился и только консультация фактов да нет некогда мне не никогда это было за одну жизнь надо было две прожить ну чё я это слово написал не подумаешь о лентяй ну всё слово не воробей не начинать же фильм сначала обленился и решил их не отрезать и не перепрививать а оставить покой фото 1.2 из этих ещё раз у нас упомянул 1.2 значит давайте я ещё раз покажу подогрев вот видите так идём дальше вот из этих не буду сейчас говорить о причинах случившихся а то у меня без помощи на руке мозги свихнутся но первое большинство сеянцев и жестко абрикосов дал урожай на 3-е годы правда на 3-е только раз такое было обычно до 4-е редко а 5-е уже нормально это я утащил дал урожай на 3-е 5-е годы от рождения фото номер 5 наиболее похож на ногу крупнее и вкуснее вот это вот да он сохранил окраску я не могу больше фотографий у меня их сотни вот но он оказался мне большие подозрения что его опылил бай его это что родители то есть косточка это уже не будет вам надриться и бая почему очень вкусные чисто сладкие плоды и совершенно не похожи помните на те верхние почти красные второе вообще не нашлось одинаковых по вкусу размеру краски плодов деревья большинство крупнее ярче и сладче готовлю полную подборку фото и ролики от ТВ ну сами понимаете это будет сейчас я что хочу вот в этот раз и зафиксирую еще больше мазурский абрикосов еще больше урожаи куплю специальные ведра буду делать такие картинки абрикос мазурский это было как 1.5 остальные как бы без наименования будет и 6 и 7 и 8 и будет скопить плодов с одного с другого если я потяну эту работу это тяжелая работа и я на этот момент призываю призываю значит у меня есть много друзей с высшим образованием с высшим специальным образованием с агрообразованием даже чистых агрономов ну есть еще биологи есть еще и экологи вот у всех есть связи нужно все это фиксировать народные науки ну кто мне поверит что я одно и то же ведро пять раз здесь фотографирую ну кто вот мне нужно чтобы кто-то у меня чуть и не жил мне нужна человек который от науки доцент кандидат доктор наук который будет курировать нужен куратор вот может таким заголовок сделать это мы только мы жутся говорим а это чудо в саду знаете почему я все время удлиняю съемку все время отвлекаюсь битамин б-17 антиопухолевой эффект все 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 до конца не проверено абрикосы уничтожают уже уходом уничтожают абрикосы страна пуста в лучших учреждениях и практически нет на выставку привезли абрикосовые плоды командовала всем 100 или 200 организаций привезли я и байкал вот тоже практически это как бы своим то не признали вообще-то на ухо то есть получается чуть ли не два любителя а научное учреждение плода я бы подумал приелистно привезли черешки в конце июля значит у них их не было и вот я призываю должен быть куратором надо все зафиксировать чтобы объективно было чтобы были со стороны ну приезжают эти телевизиончики но они потеряли интерес ведь знаете когда-то стояли в очередь чтобы сделать съемку было такое я был на вершине успеха про меня даже наука уже знала ну а не как знала обращается к науке этот самый главный редактор крупного журнала главный редактор ребрик Александр Алексеевич вот обратите внимание на железо да это самое ответ железо проходилось вот вы видите результаты проходили это только как бы сказать-то вот это только маленькая часть гигантского материала который у меня есть да снова будут тысячи десятки тысяч корточек всю страну покрыть можно но нужно отказаться от смертельной технологии я выступаю на той конференции куда меня же позвали а меня отключает микрофон как эти ученые слышат то что неправильно все и нету дерева лишних веток нету нельзя отрезать они болеют они умирают что вы творите нету нету все извините от предупрежденной секунды да слушайте я сейчас не могу говорить ровно лучше пить пить и продажи сажен татьяна мне нужен куратор который на примере моего сада скажет уже там у себя доклады он прочитал доклад оказалось что мои вот эти вот абрикосы которые я ему обиде сеянцев выслал два десятка три десятка продержите за стулья 30 рублей каждый стоил ну как правда это было лет 10-12 дают урожай уже 178 на 42 килограммов а их соседи дают 300 граммов это в его докладе я не знаю вот агротехника в деревне подходит сами вырастут ну очень удачно очень заманчиво но забыл сказать что это были все мое и агротехника и технология и сеянцы мои так вот а теперь они будут ваши идем дальше вот делится всего пятый год брат близнец того что на фото 2 ну там помните это фото а годом ранее плоды были бледно-желтые по крупности различались в два раза если было невозможно поняли эх не добили меня родители чистой науки отрицающей вегетирной гибридизации вот это блин это самое соседи вегетирной гибридов а теперь и не добьют но и я им ничего не докажу внимание это открытие железа доказательство меня 2800 фильмов повторяю вам не послушаю 2800 фирмы сотни статей вот одна из них итак это должна знать наука надо не отрицать вегетативную гибридацию не тыкать мне и Мичурина в морду что это уже наука они существуют но открытие заключается в следующем вегетативные гибриды неповторимые и изменчивые смотрите каждый год выйдет по-разному вот почему не удалось доказать до конца но они есть итак поехали в одном убедился наверняка разгадать предусмотреть а нет не так разгадать предугадать предусмотреть запланировать заранее смешанные сеянцы гибриды с примесью генов от культурного прямая крайне сложно остается стоять рядом с умным видом и чесать репу вы знаете почему у меня высина догадались ну что или подсказать почему высина да повторяю остается стоять рядом с умным видом и чесать репу вот и все я из-за этого волосы потерял вот истинная шутка вот истинная причина признания очень хотелось одним затем непризнанием вектативной реализации очень не хотелось другим то есть это 30-50-е годы вот но тогда гремели страсти стенку на стенку кого в тюрьму кого в академике потом наоборот тех в тюрьму а этих в академике а сейчас тишина и покой вот только пасть открыл железу и сразу отключает микрофон и так 4 раза ничего не дали сказать эх до сих пор обида когда-то когда-то легенды через 20-40-100 лет вот там Мичурин свои легенды а железы свои легенды вот как его гнобили то да не шибко и гнобили приехал за свой счет вот побывал на совершенно тупом как бы мероприятии никому не нужном как вспомню с очередной я уже вся засыпает жара дикая дышать нечем а там говорит а вот в этой значит районе там это я скажу Кубанский край в этом районе вот тут значит супер а вот в этом значит процент выше грины и все сидят и слушают кахрен кому это надо ведь ехали за тысячи километров хотя вот мучились от дикой жары стоит ваза с моими по этими два человека привезли стоит две вазы моя и Байкала ни один не подошел да как же умудрились эту роскошь вырастить это где в Сибири нахрен никому не надо ой все из меня это прошло десять лет а все не могу успокоиться четвертое у некоторых рослость умеренная значит именно в этом качестве вы родились рядом расположенных культурных пап вот доказательства маму ну патриарх я вам ну как иначе папа мама вот патриарха огромные эти два то разумеется значит пошли в эту маму второго родителя морозобойно только на трех половина судя по цвету плодов ни в папу ни в маму ни в папу а значит на лицо признаки новых сортов подчеркиваю никому даром не нужны представляете так ни один не приехал это помню а выдавился воспоминание еще потом не раз вам сказал еду на эту же конференцию в вагоне сидит очень рядом человек очень интеллигентного вида я от скуки думаю а похвастаюсь вот такая пачка фотографий вот я вам покажу фотографию у него крышу снесло оказывается доцент какого-то из института нет не садовод но именно своскнил с Новосибирска вот мне так нравятся такие мужики как он возмущался а я сижу я таю как мороженое на жаре вот ну все вот моя визитка давайте ваши данные да это мы поднимем всю науку до сих пор поднимает ладно вот пожалуйста я не говорю что этот абрикос хуже или лучше тех которые в других садах все таки он скромный правда вот это гибрид манчжур со всем то ну допустим если он понравился надо бы чем-то ему еще выделиться допустим бывает ярко багровое как у моего друга голубева есть этот самый саратовский рубин вот слово рубин понимаете да густокрасный вот или наоборот еще какой-то хорошо бы какой-то розовый ну он почти розовый но ну как его назвать сортом с ним дальше работать не интересно а это надо опять собрать все косточки высеять это работает на десятки лет науки а я считаю что вы это все компот косточки высеете получите опять разное 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 поняли да судя по скелетам листьям и плодам каждый год разная окраска плодов велико влияние привоев погибших последствий то есть у меня таких несколько было привои погибли а подвои это чудо ну поняли все эти чудо перед вами я это явление назвал на полном серьезе вегетативной геморизации наоборот я еще по-другому назвал вегетативной геморизации сверху вниз то есть плевое подвое ну и тут же влияние пап поддите отличите беспорядочные половые связи из-за их семенового опыления то есть кошка уже заранее была имела имела ее родители имела половые связи еще плюс геморизации получается черте что избуку баня вот на это дерево я оглядел с особым интересом именно этот малоростный сенец я использовал для получения трех уникальных урожаев неукровенных персиков на нем фото на сайте вот вот там чудеса хотите увидите там затем испытываю нужду в деньгах одним ноябрьским днем срезал с него более 50 веток более намного больше черенков на продажу и лучший самый знаменитый персик Сибири до того переживший без укрытия 40 градусов зима весной не проснулся ну подвой пошел в рост дал урожай пусть и без признаков персиковости но уже без кислоты в плодах еще раз фото номер 9 ну-ка где он а это надо было тут греметь еще раз фото номер 9 кто помнит стенку сарая роскошные абрикосы с моей физиономии физиономии моей племянницы ну не буду вас шокировать а погибла потому что я его искалечил до предела уже были деньги вот фото номер 10 так еще мы остановились вот а и я ведь помирать не собираюсь этот и другие ВГ прошло 10 лет живой этот и другие метативные гибриды еще проявят себя если у них такое начало то сколько нам открытых чудных готовят жизнь ну еще примерно фото 10 фото 10 видите тут дело того что вот заранее покажу вот это вот бай от него я специально снимал только кусочек фото так еще более окрашенный такой фото я вот это металл с ниже прививки а сам бай вот от него вот эти вот крупные видите вот эти вот абрикосы это бай а это значит фото а потом прошли годы он еще роскошный фактически фактически новое будущее кроме из волчка в г г видим разобоины на привитом крупноплодном абрикосе не отрезал волчок ниже привет и сейчас удивлением рассматриваю с вами какой он благородность не догадался но с фотографией года два позже сейчас умножает частично собран а что здесь делают а это книга которая стоит ну с этого года стоило 300 рублей никто не покупал сейчас ее за 500 никто покупать не будет если только ну кто-то из вас скажет ну опоздал ну продайте за 300 просто продам за 300 так это та самая книга благодаря которой у меня существует нет не так благодаря осаду которая была была и создана создана и так сейчас уже частично сгнивают косточки с перезаревых плодов собираю мою сушу и расшиваю часть в виде благотурительной помощи пора боги вспомнить я я разошел десятки тысяч косточек потому что я боги вспомнил потому что продать не мог есть две причины то есть я наполовину это рыст наполовину это торгаш чай за деньги так как нужно маточный сад тут нет одного слова так как нужно грамотно маточный сад маточный сад маточный сад ну я имею ввиду что если есть автомобиль жигуль не обязательно покупать мерседес или не так когда разобьете мерседес это дороже чем разбить жигуль хорошо если специалисты мне скажут повторят ли именно это свойство неспелости собранные кочки мазурских гибридов впоследствии сейчас я точно знаю что не повторят этого не знает ни один человек на планете даже кочки в руках и даже знаю историю очень долго я вас друзья подводил к теме морозостойкости питомниководских саженцев железовых пора подводить дедок на примере моего сада но не может питомник гарантирует морозостойкость сеется если отец свой менее морозостойкий еще и бесит покупателю в каталоге и питомник в этом не виноват такова жизнь людей деревьев мы тоже не являемся копиями родителей примерный разговор с моим клеветом вы гарантируете морозостойкости а значит будущего саженца могу ответить мой ответ могу гарантировать в общем еще раз вы поняли меня некоторые требуют гарантии морозостойкости мой ответ могу гарантировать что вырастет десяток сеянцев маньчжорских абрикосов вы в половине случаев в более седлое все же получите плоды половина цифра широкая половина имеется ввиду это может быть два из десяти восемь девять из десяти большинство почему сейчас поймете более южных примерно столько же там вместо мороза главный враг правда не везде одно чаще сырость в районах малоснежных засушенных и морозных мой район для примера девяти случаев из десяти то есть из секунд девять дойдет до побольше у меня все сто у меня никогда не погибали бодрорцы цифры эти весьма условные так как дают справку абсолютное большинство абсолютно здоровых саженцев не говорю уж о больных покупателей губят своими руками и очень быстро и эффективно за считанные годы поклиная при этом морозы даже двадцать тысяч грамм не видят не выкопают саженцы не откопают чтобы увидеть что она сгнила чаще всего в одном из ближайших публикации я расскажу что внимание только большие сады с десятками способны на самозащиту еще одно открытие от мороза и болезни нужен целый большой сад Железов Константинович адрес Нагорская Кассия 52 квадрата 7 письма прекратились сюда переводы прекратились все через интернет сохраняем зато вспышка на солнце опять будем бегать на почту телефоны кроме мобильного плачу еще допустим за такой телефон почему вспышка на солнце и мы остались без вот этого я предусмотрительный не жадный но предусмотрительный сегодня переплачем завтра посмотрим посмотрели теперь еще раз расшифрую что такое половина случая выпал глубокий снег я таких примеров сотни целиком закрыл сажи из того же манджурса а потом садится подберзает садится подберзает давит огромные туши и когда вы смотрите вот так раз 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 все переломано вот диаметром снег пока оттает даже у манджурса может отгнить низ штамба вот для таких случаев за всю жизнь было несколько вот а почему потому что у меня все таки склон таких случаев практически нет а потом я научился садить на холмы на гряды и у меня мне больше не было гибели даже нет выжить соприкосы самые морозостойкие и самые как бы сказать то не самые упрямые самые выносливые вот слово выносливые вот потому что зимостойкость это еще не все все ребята нас сегодня достаточно я вас благодарю за внимание вот у меня кстати сейчас я наверное иначе сделаю я только сейчас работал с гостевые гостевые книги смотрите что в ней да после двух месяцев засухи у меня пошли дожди только они пошли здесь на экране а на деле они даже мдовысины не промачивают вот внимание для 95 это моя гостевая книга лучше иметь возможность попадать вот сюда это мой сайт здесь фотогалерея без валютола не заходите раз валютола нет не буду показывать вот здесь есть контакты как меня найти есть гостевая книга нажал на гостевую мое объявление внимание на 95 процентов готовы каталоги уникальных семян и уникальных черенков можно делать предварительные заказы пока без предоплаты тогда будете ближе к началу списка вот вот пара сенсаций то чего не может быть никогда посмотрите зайдите сюда и не пожалеете а вот это переписка советы советы и наконец каждый понедельник пятый год у меня вебинары вот это будет очередной 188 пятый год здесь я отвечаю на вопросы показывают чудеса мои и моих клонов в чужих судах семян в чужих судах вот сейчас только вот не могу это показать потому что там телефоны много люди не хотят публичности а там опять вот сейчас раз и пришло пришло это самое видео а там вот такие абрикосы уже ну раз семерки начинаются в Казахстане а рядом манджурцы но они еще не спелые но уже видно что они вполне солидные вот самое главное я вам рассказал возвращаемся сюда и будем заканчивать я останавливаю трансляцию так где я сейчас был минутку 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 втираю книга ага в общем надеюсь вы напомнили выйти это легче чем выйти на меня вот 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 в самом конце да еще раз поэтому поэтому адресу связывайтесь когда захотите что-то заказать еще есть книги диски специальная лента вот для обмотки так так вы попадете на сайт уникальный сайт единственный на планете нет аналогов даже близко вся агротехника не полностью другая она отрицает научную причем не только да она в обиходе это же уничтожение деревьев своими руками ну извините в научных садах происходит то же самое мы сперва вырастим огромная работа по выращиванию вот уже сорт наготовен вот уже деревья растут уже можно назвать нам сортом но они искоречены простые зимы погибают на этом добиться одновременно вкуса и морястойкости никак не удается вот я имею ввиду современную жизнь так поэтому вот здесь мы связываемся хотите вопрос задать мобильный телефон городской телефон все друзья прощаюсь с вами до свидания остановить запись в следующем году вы можете вы можете узнать что вы Продолжение следует...